Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас история исчезновения девочки по имени Кати Четина. Друзья, а перед началом ролика хочу посоветовать канал схожей тематики под названием МКВ-94. Интересные истории в хорошей озвучке. Ссылочку на канал оставлю в описании. Уже почти 10 лет прошло с момента исчезновения Кати. Девочка пропала у скалы Ермак в Кунгурском районе. В истории ее исчезновения до сих пор множество вопросов. Ездить на камень Ермак на Силве было традицией. В 2010 году они поехали 11 июня. Был жаркий день перед выходными. Ермак был буквально забит туристами. Туда съехались сплавщики, поэтому несколько семей решили переместиться подальше километра на два. До реки было достаточно далеко. Детям не добраться. Вечером поставили палатки, дети играли на поляне. Заночевали. Утром взрослые готовили еду, а дети вновь играли. Владимир, отец Кати, тоже подключился к ребятне. Катя, которую пару раз облили, играть не хотела, наблюдала со стороны. Мама Кати, Наталья находилась в палатке. А когда вышла, дочки рядом уже не было. Осмотрели всю поляну. Потом один ребенок сообщил, что у реки видел сланец. Побежали туда. Проверили реку. Другие побежали вдоль реки вниз по течению. Отец Кати нырял и обследовал дно у берега. Вниз по течению примерно на 50 метров. Ничего. В тот момент подумали, что ее могли вытащить на лодку, могли увидеть у Ермака. Побежали к камню. Расспрашивали всех отдыхающих там. Спустя час вызвали милицию. Милиционеры взяли с родственников Кати показания и уехали. Найденный сланец у реки действительно оказался Катиным. Кинологов вызвать не получилось. В этот день под Суксуном расстреляли пост ДПС, поэтому всех сотрудников стянули туда. После семья пыталась договориться с водолазами, но в Кунгурской службе спасения этого сделать не получилось. Удалось вызвать водолазов из Перми, они приехали уже ближе к полуночи, тут же начали работать. Они погрузились не там, где нашли сланец, а выше по течению метров за 20. Досконально изучили реку на 100 метров, шли гребнем. Изучали даже ил, который у берега, дальше идет твердое дно с Галькой. На следующий день приехали родственники и друзья семьи. Стали прочесывать территорию, организовывать и распространять ориентировки с фотографией Кати. В тот день Владимир снова пошел к спуску у реки. В 20 метрах от места пропажи, недалеко от спуска, он увидел в сырой земле след от маленькой пятки. Наверх оттуда шла тропинка. Еще чуть дальше он заметил четкий след босой левой ножки и рядом отпечаток правого сланца. На четвертые сутки после пропажи Кати друзья семьи уговорили приехать кинологов ГУ в СИН из колонии Горнозаводска. У них был выходной, но они хотели помочь. Показали кинологу след пятки и сланца. Специалист почему-то решил проверить, совпадает ли след с найденным сланцем, придавил левый сланец на отпечаток правого сланца. Когда на шестой день эти следы хотел посмотреть следователь, они практически размылись. В первые месяцы родственники прочесали весь берег Сылвы на 11 километров вокруг. Три месяца с июня Наталья и Владимир жили в палатке на месте той стоянки, с которой пропала Катя. Надеялись, что она вернется. Супруги уехали оттуда только в сентябре. Уголовное дело о пропаже Кати возбудили не сразу. Пять дней в милиции только решали, кто будет им заниматься и поедет на осмотр места происшествия, Кунгурский или Кишерский отдел. На шестой день подъехали прокурор и следователь Кунгура. Опять говорили про Суксун и занятость. Уголовное дело по статье убийства возбудили через месяц. Версией родителей было то, что Катю могли увезти, недалеко от следа ножки была тропинка и следы костра, земля была еще теплой. А спустя месяц после пропажи Кати на месте спуска в реку недалеко от стоянки обнаружили второй сланец. Но странность была в том, что сланец явно с усилием воткнули в песок. Он стоял вертикально у берега. Но ведь в первый день после пропажи этот берег досконально изучили водолазы. Второй сланец был бы обнаружен сразу, если бы Катя была в воде. Сланец бы всплыл. Позже в поисках на воде помогала Кунгурская служба спасения, они выделяли водолазов и катеры. По дну пускали зацепы, чтобы зачалить вещи. Уголовное дело приостанавливали не один раз, потом снова возобновляли, менялись следователи. Некоторых свидетелей допросили спустя год после пропажи Кати. После того, как пошли ориентировки, семье стали поступать звонки со всего края. В год пропажи семье позвонил водитель, который отвозил к детскому лагерю у деревни Песчанка очередную смену. По словам мужчины, он видел у лагеря девочку, похожую на Катю. Якобы она зашла, кого-то искала и ушла. Водитель очень точно описал девочку. Следователь обещал проверить эту информацию, и на этом все заглохло. От отчаяния семья стала обращаться к экстрасенсам. Владимир говорит, что за эти годы ему стало понятно, что все свои догадки они строят по принципу пальцем в небо. С его слов, процентов 80 из них сказали, что Катя жива, кто-то уверял, что ребенок где-то здесь, рядом. Другие наоборот, убеждали, что Катю увезли. Еще звучали версии, что Катя жива, но семья ее не увидит. Кто-то заверял, что она в речке. Некоторые брали деньги. Был случай, что один экстрасенс приехал к Ермаку и заявил, что сейчас найдет Катю. По словам отца, через два месяца после исчезновения Кати одна из экстрасенсов, к которой семья в очередной раз обратилась, поставила на реку тазик, внутрь поместила свечку с иконкой и поплыла следом за тазиком. Все это было безрезультатно. Семья решила обратиться к участникам битвы экстрасенсов. Без денег с ними отказались общаться. Суммы варьировались от 20-30 тысяч рублей. Платными оказались и услуги Московского центра Виноградова, где работают экстрасенсы. Там запросили фото Кати. Супругам сказали, что на место выйдут два их эксперта. Стоить их услуги будут 26 тысяч рублей в сутки на одного, работы минимум на неделю. Результат – без гарантии. Семья отказалась от услуг центра. По словам Владимира, за все эти годы они обратились порядка к 100 экстрасенсам. Но, как говорит отец девочки, огромную помощь им оказали поисковые волонтеры, которые самоотверженно выходили на поиски и поддерживали супругов. За первый год после пропажи семья изучила почти все окрестности реки. Вода в Сылве была очень прозрачной. Семья часто плавала по реке, брали длинные палки, проплывали реку зигзагом, чтобы ничего не пропустить. За то лето подняли со дна несколько килограммов вещей, обувь, майки, купальники. Собирали все это с берегов в надежде, что найдется хоть какую-то зацепку. Отец Кати вспоминает, что в день пропажи на скалу Ермак выезжали с детьми две учительницы. Одна из них сообщила, что видела, как на переднем сиденье большой машины, за рулем которой был мужчина, увозили девочку, похожую на Катю. Но женщина не запомнила номер авто, а других свидетелей этой версии нет. Потом от кого-то поступила информация, что Катя плыла с неизвестными на лодке. Семья проверяла каждую версию, искала эту лодку, объехала все соседние деревни. Через какое-то время родителям Кати поступил телефонный звонок из Ирана. Этот звонок был ночью. Мужчина говорил на ломаном русском. Связь прервалась. Перезванивали на этот номер. Но не было связи. Пробили номер, он зарегистрирован в Иране. Спустя месяц нашли в Перми студента из Омана, который понимал Фарси. Снова позвонили на тот номер. Но мужчина сказал, что с ним надо говорить по-русски. Выяснилось, что тогда звонил его брат, сейчас его рядом нет и вообще не надо туда звонить. В общем, они замяли эту тему. Затем появились вымогатели. Звонившие говорили, что знают, где Катя, но надо заплатить денег. Один звонивший попросил 200 тысяч рублей, требовал перевести на карту в этот же день, а после приехать на железнодорожный вокзал Кунгура. Владимир сообщил об этом в Пермской КУ МВД. Машина силовиков с мигалками доехала до Кунгура за 35 минут. Владимиру повесили микрофон и записывающее устройство. Сказали тянуть разговор с ним как можно дольше, чтобы он вышел. Он приехал на вокзал, начал с ним разговаривать еще по телефону. Пришла электричка, на перрон вышло очень много людей. Этот человек заволновался, не вышел к Владимиру и в трубку заорал. Ну и подавись ты. А люди из Москвы 150 отдали. Полиция вычислила звонившего, им оказался судимый мужчина. Еще будучи в местах не столь отдаленных, он нашел в интернете телефоны родственников Кати. В 2011 году московские волонтеры помогли семье заказать фотопрогрессию Кати. По сути, это анализ внешности человека на основе его детских фотографий, благодаря которому можно сконструировать фотоизображение человека спустя много лет. Но семья Кати разочаровалась в фотопрогрессии, которую им прислали из Москвы. В 2015 году семья заказала еще одну фотопрогрессию в США. Родственники говорят, что на себя Катя опять не похожа. Первая прогрессия была реалистичнее. А на второй она как картинка из фильма. 14 ноября 2012 года в Катиной семье, которая не прекращала поиски ни на один день, появилась новая надежда. В этот день на телефон отца пришло СМС, Катя живет в Петербурге. Ей там хорошо. Пробили номер. Это сообщение написала женщина с диагнозом олигофрении из Санкт-Петербурга. Она и ранее звонила родителям пропавших детей, например, родным Лизы Тишкиной из Сарова. Тоже пропавшей много лет назад, не вернувшись из школы. Семья Кати вышла на маму Лизы Тишкиной. Обе семьи много общались. Их истории во многом оказались похожи, и их сблизило горе. Также на семью Кати выходили две девушки. Они сообщили, что видели, как Катю ведут по подземному переходу в Перми. Ребенок был грязный, в плохой одежде. Семья просматривала камеры этого подземного перехода, но ребенка на записи не было. Следователь сказал, что эти девушки, наверное, так пошутили. Был случай, когда неизвестный мужчина сообщил семье, что видел Катю в электричке маршрута Перм-Кордон. Уже на следующий день родственники поехали этой электричкой, но результатов это не дало. Сейчас семья хочет заказать фотопрогрессию, как может выглядеть Катя на данный момент. Также семья уверена, что им может помочь программа распознавания лиц. По словам Владимира, сейчас в работе криминалистов масса возможностей. Есть цианоакрилатные камеры, в которых можно обнаружить отпечатки пальцев на любой поверхности. Просили изучить в камере второй найденный сланец. Оба сланца так и хранятся в отделении. Семья очень долго не решалась завести вновь ребенка. Сейчас у Натальи и Владимира двухлетняя дочка и сын, который родился всего несколько месяцев назад. От дочки не прячут фотографии Кати, девочка знает, что это ее старшая сестренка. В 2012 году на волонтеров вышла некая Валентина. По ее словам, в ноябре, когда она приехала на свою дачу, навстречу ей попалась девочка. Сказала, что ее зовут Катя, а тут она живет с бабушкой, попросила отвезти ее в Перм. Потом Валентина увидела ориентировки на Катю и связалась с родителями. Владимир с волонтерами поехали в Голубята, встретились с Валентиной. Женщина указала на дом, в который ушла девочка, но он оказался заперт. Соседка при этом подтвердила, с бабушкой видели маленькую девочку. Но когда женщину все же нашли, она впала в истерику и открещивалась от этого. Позже Валентина говорила семье, что знает, что Катю должны привезти в аэропорт. Родители вновь поверили этой женщине и весь день тщетно просидели в аэропорту. Владимир говорит, что реку Сылву за эти годы они изучили вдоль и поперек. Он уверен, что Кати там нет. Как уверен и в том, что Катю похитили и увезли. Семья даже склоняется к версии, что к похищению Кати может иметь отношение Надежда Фрате. Несколько лет назад она была осуждена за незаконную отправку за границу сотен детей-сирот. Имя Фрате тогда звучало во множестве федеральных СМИ. Еще версии семьи, то, что бездетные богатые люди могли заказать себе ребенка. Или Катя могла попасть в секту. Все эти версии имеют право на существование. Поддержите ролик лайком, а канал подпиской. И будьте осторожны.